Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 24 ноября и вот какие новости принесла Сорока на хвосте. Правда, перед этим она посидела рядышком с крупными политиками региона и с политическими экспертами. Так вот, война, условно говоря, или борьба за власть, условно говоря, южан и северян в Рязани перешла в новую фазу. Началась она в 2017 году и с переменным успехом она длилась. Где-то выигрывали местные кадры, где-то приехавшие сюда, заметьте, я не говорю понаехавшие. То есть не надо так высокомерно и снисходительно относиться к тем, кто приехал в Рязанскую область. Среди этих людей, даже возьмем зампреда, одного из зампредов, не буду называть его фамилию, дабы никто не говорил, что он купил меня или как-то проплатил эту программу. Но вот один зампред очень высокую степень доверия у меня вызывает и большую симпатию. Так вот, началась война в 2017 году. С одной стороны были южане, с другой северяне. Северян возглавлял Фомин Старший и Фомин Младший. Василь Михайлович, Царство Небесное. Стоял во главе созданного, я думаю, не без его инициативы, Совета Муниципальных Образований Рязанской области. То есть он контролировал кадры в районах. Он контролировал, это понятно. Ну а Фомин Младший был председателем Рязанской областной думы, которая, понятно, была, в общем-то, ему послушна. Сейчас ситуация поменялась. Почему? Фомин Старший умер. Смерть, она всегда не вовремя. А тем паче тут, в этой ситуации, резко пошатнулись позиции Фомина Младшего. Южане сумели в 2020 году сформировать свой региональный парламент, который уже не был вот такой, по-мински. Далее. Аркадий Фомин остается главой регионального парламента. Но, как мне сообщили сороки на хвосте, подслушившие разговоры крупных политиков региона, это уже номинально. Эдакий свадебный генерал. Что происходит дальше? Дальше Фомина убирают с главы регионального отделения Единой России и ставят Николая Любимова. Что происходит дальше? 23 ноября, то бишь вчера, в ряде средств массовой информации появились сообщения о том, что в ключевых, я бы так сказал, районах Рязанской области смещены со своих должностей руководители районных партийных ячеек, ядросов, и поставлены люди такие, какие нужны южанам. Два примера. Рыбновский район убирают главу партийной организации и ставят кого? Андрея Горелова, главу администрации района, который напрямую по исполнительной, по вертикали исполнительной власти подчиняется губернатору, вице-губернатору и иже с ними. Касимов убирают весьма влиятельного Олега Семенова, который долгие годы руководил Касимовской партийной ячейкой Единой России и ставят кого? По послушную, эдакую, домашнюю Ларису Трифонову. Один пример. Александр Глазунов, далеко не глупый человек, который тоже, кстати, избирался и избрался вновь от Касимова в областную думу, не пришел на то заседание, на котором голосовали по самому больному вопросу об изменении пенсионного возраста. Лариса пришла и послушно вытянула лапку, проголосовав за увеличение. Как говорят Касимовские журналисты, за ней вообще какой-то не очень красивый бэкграунд. Ну что ж, на этом и эту часть я завершаю. Резюмируя, исполнительная и законодательная власть в регионе теперь в руках у южан. Факт свершился. А теперь о событиях помельче. Предприниматель и депутат Касимовской городской думы Александр Сучков был выпущен на СИЗО под домашний арест. В последнее время многие задавались вопросом, сотрудничает или нет Александр со следствием. Вот ответ на вопрос. Стало быть, сотрудничает, раз домашний арест. Но домашний арест не означает, вовсе не означает того, что прекратится уголовное преследование Александра Сучкова. Я знаю множество примеров, когда люди отпускали по домашний арест, а потом приземляли на довольно длительный срок. Это будет зависеть от того, что и о ком рассказал Александр Сучков. Насколько влиятельные фигуры задействованы в этом деле. Кстати, Сучков руководил Касимовским водоканалом в последнее время. Сейчас, по рассказам Касимовских моих коллег, очень активно ведет себя в Касимове Олег Штефан. Это бывший топ-менеджер Рязанского водоканала. На этом пока все. Я с вами прощаюсь. Берегите себя. Ковид бушует. Всего доброго. Сорока принесет еще новостей на хвосте.